Закон сохранения массы вещества. Русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов предположил, что чувственный опыт обманывает нас. 5 июля 1748 года он написал в письме Леонарду Эллеру «Все перемены в натуре, случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько же присовкупится к другому. Так ежели где убудет материи, то умножится в другом месте. Сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимет». Лишь в 1756 году Ломоносову удалось проверить опытным путем теоретически открытый закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Подобно Бойлю, русский ученый делал опыты в запаянных ретортах. Но в отличии от Бойля, Ломоносов взвешивал сосуды с металлами как до, так и после прокаливания, не вскрывая. «Онными опытами нашлось», — писал Ломоносов, — «что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере». Спустя 41 год после Ломоносова французский ученый Антуан Лоран Лавуазье практически повторил формулировку закона в своем учебнике.